МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Арктике найдена климатическая бомба. В украинском городе Луцк началось строительство армянской церкви. Сегодня исполняется 161 год со дня рождения в Арктике Сосуринянца. Государственное телевидение Западной Армении не занимается частной рекламой и рассматривает возможность укрепления своего англоязычного отдела. Происхождение британцев не только очень древнее, но и связано с историей армян. Британская империя является также одним из четырех союзных государств, признавших армянское государство на территории Западной Армении и подписавших сербский договор в 1920 году. Эта особенность имеет большое значение в области коммуникации, информации, повышения осведомленности о связях, которые могут объединять и поддерживать отношения между народами с общими истоками. Поддержать телевидение Западной Армении означает также дать возможность этим миллионам армян вновь встретиться и разделить то чувство принадлежности, которое глубоко укоренилось в их сердцах. Сегодня, 27 февраля, исполняется первая годовщина смерти Самвела Карапетяна, председателя учредителей Ереванского офиса фонда изучения армянской архитектуры, эксперта по памятникам и члена учредителя Национального совета Западной Армении. Покойся с миром, дорогой учитель. Ваша работа продолжается. 27 февраля 1988 года азербайджанские власти в городе Сунгаид, близ Баку, начали уничтожение армянского населения, сопровождающиеся грабежом и уничтожением имущества армян. При невмешательстве властей СССР за три дня по городу прошли массовые убийства, изнасилования и грабежи армянского населения. Многие были ранены. Некоторые из погибших подвергнуты зверским пыткам, а их тела сожжены. Цель этого преступления против армянской нации состояла в том, чтобы предотвратить арцахское освободительное движение, запугать армян перспективой нового кровопролития. Резня армян в Сунгаиде была организована в деталях. По официальным данным были убиты 32 человека, а по неофициальным данным число жертв превышает тысячу. Власти Азербайджана никогда не осуждали сумгаидские погромы и не сожалели об этнических чистках. Наоборот, Азербайджан представляет себя жертвой, представляя войну народу Нагорного Карамбаха как агрессию, искажая факты, а лица, совершавшие геноцид против армян, по-прежнему остаются безнаказанными. Группа развития Ахалкиалаки в селах Хавет и Гугашен Ахалкиалакского муниципалитета по проекту создания молодежных образовательных и цифровых центров в Ахалкиалаке в рамках инициативы «Умные села» создала молодежные образовательные центры, сообщает Genius.g. Группа развития Ахалкиалаки для проекта выбрала села Хавет и Гугашен Джавахка, потому что они очень далеки от Ахалкиалаки. Так как эти села очень далеки от Ахалкиалаки, мы решили там создать удобство, чтобы молодежь, взрослые, учители, а фермеры в онлайн-режиме могли проводить тренинги. Купили инвентарь, чтобы молодежный центр мог полноценно работать, отметил руководитель проекта Сергей Хачатурян. В школах этих сел созданы инновационные учебные центры. Каждому селу куплено по четыре компьютера, большой телевизор, столы, стулья и другой инвентарь. В рамках проекта проводились разные тренинги. Тренинги проводились на двух языках – армянский и грузинский. Проводились уроки грузинского и английского языков. Ученые Вашингтонского университета, национальной лаборатории Лос-Аламоса и Национального управления океанических и атмосферных исследований, обнаружили, что содержание пресной воды в Северном Ледовитом океане увеличилось на 40% за последние два десятилетия. Проникновение пресной воды в Атлантический океан может катастрофическим образом повлиять на глобальный климат, пишет лента со ссылкой на Nature Communications. По словам ученых, накопление пресной воды происходит из-за таяни арктических льдов. В настоящее время пресная вода находится поверх соленой и удерживается ветрами в море Бофорта, образуя нечто вроде водяного купола. Если ветры ослабнут, то пресная вода проникнет в Северную Атлантику, включая море Лабрадор. Это, в свою очередь, повлияет на крупные океанические течения в Атлантическом океане, а также циркуляцию холодных и теплых вод. В настоящее время объем пресной воды в море Бофорта в два раза больше, чем в прошлый раз и составляет 23 тысячи кубических километров. Хотя точное воздействие такой пресноводной бомбы на Атлантику нельзя спрогнозировать, ученые полагают, что это окажет серьезное влияние на климат всего Северного полушария. В Луцке административный центр Волынской области идет строительство армянской церкви. Как передает Арменпресс, об этом сообщает аналитика UA.net. В 2019 году по инициативе армянской общины Волынской области Луцкий городской совет выделил земельный участок для строительства храма на улице Потебни 105. По словам представителей армянской общины в Волыне, Нашана Антониана вопросом церкви начали заниматься еще в 2014 году, однако из-за разных факторов получили земельный участок только в 2019-м. И сразу начали строительные работы. Первый взнос для церкви сделал глава Союза армян Украины Вилен Шатворян, за что ему мы благодарны. Нужно также отметить, что ушло много времени на планирование проекта и подготовке почвы к строительству. На данном этапе стройка продолжается. Мы работаем над сооружением церковных арок, укрепляем фундамент, рассказал Антониан. В артке Суринянца, основоположник армянской национально-исторической живописи, родился в 1860 году в Ахалцихе в семье священника. Начальное образование получил в Лазаревской семинарии, затем продолжил учебу на архитектурном факультете колледжа живописи, скульптуры и архитектуры Москвы, пользующегося большой репутацией. Как художник он сформировался в Императорской академии в Мюнхене. Зная 10 языков, Суринянц изучал искусство и литературу разных народов. После возвращения из Мюнхена Суринянц принял участие в научной экспедиции в Персию. Суринянц жил и творил под чужим небом, но своей всей сущностью был связан с родным народом каждой нитью души. В своих картинах он показал героическое прошлое армянского народа, настоящее и будущее. Его бунты, надежды, его страдания и веру его в бессмертие. Под впечатлением от всей научной экспедиции в Персию он писал полотна на восточную тематику. Трудно найти область изобразительного искусства, куда бы не входил Суринянц. Он не только великий художник, но и талантливый книжный дизайнер, известный театральный художник, искусный теоретик, искусство, переводчик, архитектор, скульптор и общественный деятель. Писал пейзажи и портреты. Суринянц также являлся автором фресок армянской церкви в Ялте. В артке Суринянц скончался 16 апреля 1921 года в Ялте. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Килики». Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!